В конце данной недели давайте обсудим один классический пример использования статических методов и статических локальных переменных. Этот пример — это реализация шаблона проектирования Singleton. Шаблон проектирования Singleton применяется в тех случаях, когда в программе может быть не более одного экземпляра некоторого класса. Например, если класс описывает операционную систему, на которой запущено данное приложение, то довольно странно, если в программе одновременно будет несколько объектов, предоставляющих доступ к этой операционной системе. Потому что операционная система по определению единственна, то есть та операционная система, на которой запущено данное приложение. Поэтому странно, если в программе одновременно есть несколько экземпляров этой операционной системы, которые по определению единственны. Это касается и других сущностей, которые по своей натуре присутствуют в программе в единственном числе. Например, если наша программа работает с одной единственной базой данных, то довольно странно, если в программе одновременно будет несколько объектов, предоставляющих доступ к этой единственной базе данных. Такие классы, у которых может быть не более одного объекта, называются Singleton. Давайте разберемся, как такие классы реализуются в C++ и как для них гарантировать, что в программе будет не более одного объекта данного класса. Посмотрим это на примере класса в Singleton, по названию шаблона проектирования. Давайте обсудим, что же нужно сделать для того, чтобы гарантировать, что у данного класса будет не более одного объекта. Во-первых, надо запретить любому внешнему коду создавать экземпляры данного класса, потому что это мы не можем контролировать, и если мы это не запретим явно, то любой внешний код может создать экземпляр данного класса и таким образом нарушить ограничения на единственность экземпляра. Для этого мы сделаем приватными, во-первых, конструктор по умолчанию, таким образом никто не создаст экземпляр данного класса. Если у класса есть какие-то другие конструкторы, их тоже надо сделать приватными. А во-вторых, мы объявим, но не определим, конструктор копирования и оператор присваивания. Если другие конструкторы еще могут быть, то конструктор копирования и оператор присваивания совершенно бесполезны. Если наш класс будет иметь не более одного экземпляра, то непонятно, что там копировать или присваивать. Таким образом, мы гарантируем, что никакой внешний код не создаст свой собственный экземпляр данного класса. Теперь нам нужно предоставить возможность создать тот единственный возможный экземпляр, который у данного класса может быть. Для этого используется статический метод. Мы определяем статический метод внутри класса Singleton, и таким образом он имеет доступ к закрытым конструкторам. И для хранения этого единственного экземпляра внутри статического метода мы определяем статическую локальную переменную типа Singleton. Это и будет тот единственный экземпляр, который у данного класса возможен. Для того, чтобы предоставить внешнему коду возможность работы с этим экземпляром, мы будем возвращать его по ссылке из метода Instance. Надо отметить, что возвращение по ссылке в данном случае это единственный возможный вариант. Мы не можем вернуть его по значению, потому что в этот момент произойдет копирование, а конструктор копирования у нас объявлен, но неопределен, и он еще к тому же закрыт. Таким образом, мы обеспечили, что у данного класса будет не более одного объекта. Для того, чтобы создать объект данного класса, нужно вызвать метод Instance. В момент первого вызова метода Instance будет вызван конструктор у переменной типа Singleton внутри этого метода, и так как это переменная статическая, локальная, то она будет существовать все время до конца работы программы. Таким образом, если нам потребуется экземпляр данного класса, то он будет создан при первом вызове метода Instance, и дальше можно будет вызывать метод Instance и просто через него получать доступ к этому единственному экземпляру. Надо отметить, что бывают и более сложные реализации шаблона проектирования Singleton. Например, если нам необходимо, чтобы данный код работал в том числе и в многопоточном приложении, то там используются различные хитрости. Но идея более-менее общая, то есть мы для того, чтобы гарантировать единственность данного экземпляра, мы закрываем конструкторы. Конструкторы копирования оператора присваивания делаем закрытыми, только объявленными, но не определенными. И тот единственный экземпляр, который у данного класса возможен, мы создаем в статическом методе, в данном случае в статической локальной переменной. Таким образом, обеспечивается единственность и гарантируется, что никто не сможет его скопировать.